Валерий Фадеев считает, что главная проблема курганцев в низкой общественной активности, хотя этому есть свое объяснение. Мягко говоря, вялое развитие было в вашей области последние десятилетия, целые десятилетия. Мне это сказалось на общественной атмосфере, потому что многие зачарованы, многие не видят перспектив. Население сократилось, и население кургана значительно сократилось. Курганцы будто смирились и уже не обращают внимание на возникающие проблемы. Те без решения только множатся. Взять хотя бы многострадальную сферу ЖКХ. Цена, тариф на электричество тоже великоват. А кто должен этим заниматься? Это же задача общественности. Провести анализ, подготовить доклад, сопоставить с другими регионами, понять структуру издержек, понять почему столько, понять потенциал. К решению проблем должны подключиться общественные советы при департаментах и управлениях областного правительства. По федеральному закону об общественном контроле у них широкие полномочия. Именно общественность может быть наиболее откровенной и может позволить себе говорить часто больше, чем может позволить себе говорить исполнительная и законодательная власть. Курганская область долго не развивалась, поэтому общественная атмосфера в регионе не самая благоприятная. Ее нужно оздоравливать, оживлять, считает Фадеев. Нужны лидеры, нужны люди, которые бы высказывались подкрыто, ярко, дерзко, я бы даже сказал. У вас новые исполняющие обязанности и, я надеюсь, будущий губернатор с опытом работы в мощном регионе, который быстро развивался. Надо помогать им, надо эту атмосферу менять. Вадим Шумков остался доволен визитом секретаря общественной палаты Российской Федерации в Курганскую область. Власти и общество должны взаимодействовать. В этом залог общего блага. И когда мы вместе обсуждаем те вопросы, которые сегодня интересуют каждого конкретного человека, почему он так дорого платит за жизнь, почему он так мало получает, и понимаем, что это не исключительная задача только органов власти. Это совместная задача. Глава региона признался, что, встречая отклик общественных организаций на принимаемые решения, ему легче работать и результат получается эффективнее. Эти решения, как правило, не очень простые, в том числе и тарифная политика, в том числе и развитие экономики, и социальная политика. Потому мне очень важно получать и позицию, не только просто поддержку, позицию общественных организаций на те решения, которые мы сегодня принимаем и декларируем. Председатель общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов рассказал, что на деятельность общественников поступил запрос от в РИО губернатора Вадима Шумкова. Палата быстро отреагировала. На ее сайте создан раздел «Карта проблем за Уралье». Сообщить о своей можно как в письменной, так и в электронной форме, либо по телефону. Проблемы мы разделили на два большие, как сказать, пласта-куса. Одни системные проблемы, одни проблемы личного характера, с ними тоже, вы понимаете, люди обращаются в палату. За три недели после начала работы этой схемы палата обработала порядка 750 обращений зауральцев. Больше всего поступила из областного центра, меньше всего одна из Сафакулевского района. Они сгруппированы по темам и переданы в общественные советы при соответствующем департаменте или управлении областного правительства. Программа уже работает, люди уже имеют возможность этим пользоваться. Вся информация детальная есть в аппарате общественной палаты. Огромная просьба, давайте работать. Нам дали эту возможность первый раз за очень большое время. Павел Баев, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Андрей Бахарев. Информационное агентство Курганру.